Когда я увлекся йогой, через какое-то время я стал посещать йога-центры. И меня поразило то человеколюбие, то желание дать добро и позитив у учителей, которые я встретил. Эти люди действительно бескорыстно хотели сделать что-то доброе и хорошее для всех. Мне это очень понравилось и мне захотелось быть таким же. Я закончил полный курс для инструкторов Центра Йоги Прана. Там я учился у Михаила Галаева, у Дмитрия Демина. Там прекрасно преподают анатомию, философию, отстройки асан. Это очень сложный и очень хороший курс, очень добротный. Своими главными учителями в йоге я считаю Ольгу Любомирскую и Сергей Кулыгина. Ну, здесь два ответа. Первый ответ. Йога-инженеринг – это совместное детище меня и моей жены. То есть мы в первой жизни до йоги, мы инженеры. И вот слияние двух увлечений работы инженера и йога-инструктора вызвало создание такого проекта. Йога-инженеринг. И второй ответ. Он связан с анатомией. Он связан с травмобезопасностью. Я считаю, что асаны должны отстраиваться, используя принципы биомеханики и используя принципы функциональной анатомии. То есть только от работы с суставами мы переходим к работе с асаной. Только так асана является чем-то безопасным и правильным. Тем, что помогает человеку, а не травмирует его. Для меня асана – это платформа. И это не только мой подход. Пол Грили тоже самое говорит. То есть Сергей Кулыгин придерживается похожих взглядов. Инженерный подход – это создание таких нас, какими бы мы хотели быть, без травм. Мне кажется, что сейчас появляется очень много стилей йоги. Какие-то стили будут развиваться, расти. Возможно, это как раз те стили, которые связаны с применением функциональной анатомии, с применением биомеханики. То есть когда мы столкнулись с индийскими классическими асанами лет 30-40, кто-то 50-60 назад, было очень много травм. И даже сейчас вот эти методы, они продолжают меняться. Они начали меняться уже тогда, когда учителя увидели, что студенты не справляются. И у них летят колени, у них болит поясница, шея. Они получают травмы. И мне кажется, что перспективно развивать направление, когда мы не допускаем травм, но улучшаем развитие. То есть убирать недостатки и культивировать те возможности и достоинства, которые йога может дать. Кроме того, мне кажется, йога переживает своеобразный синтез. Если еще 10-15 лет назад тот, кто занимался йогой, он однозначно должен был иметь какую-то связь с индуизмом или с чем-то вот таким вот восточным, то теперь йогу можно использовать как платформу. Универсальную платформу для развития в себе осознанности и использования ее потом, не важно где, в духовном росте, в христианстве, в буддизме, в индуизме, в иудаизме, в исламе, где угодно. Можно вообще не заморачиваться с религией и просто заниматься медитацией. Но вот эта вот универсальность платформы, мне кажется, будущее за этим. Хотя, конечно, будет развиваться куча всяких стилей йоги, таких как пивная йога, серф-йога, слэк-лайн-йога. И, ну, это такие, на мой взгляд, проекты однодневки. Ну, мне бы хотелось, чтобы люди развивались физически, развивались духовно и чтобы их психика выравнивалась, чтобы происходило комплексное совершенствование сознания и физиологии без отрицательных моментов, без травм, без боли и бескомфорта. То есть, я желаю своим ученикам продвигаться к практике, к здоровью, психологическому, психологическому и к дальнейшему медитациям. Субтитры создавал DimaTorzok Как это сейчас все развивается потом. Вы говорили, что название бирь-йога, и я спросила, что это, потому что я не знаю. Это невероятно.